Это история о беременной кошке, которую бывшие хозяева принесли в клинику с просьбой усыпить ее. Они оставили ее и ушли. Вскоре после этого родились три котенка, две девочки и мальчик. Волонтерам сообщили об этом случае и дали срок, всего сутки, чтобы забрать питомцев, иначе их жизнь была бы прервана еще до того, как они начали жить. Волонтеры решили сохранить жизнь кошки-матери, которая получила имя Кассандра. Начались настоящие поиски временного приюта. Место нужно было найти как можно скорее. Вскоре был найден подходящий временный приют, и питомцы были перевезены туда. Кассандра, мама-кошка, оказалась очень умной. Она понимала, что они живут в доме на птичьих правах и старалась не доставлять временным хозяевам лишних хлопот. Вскоре временные хозяева попросили забрать всю семью, так как они уезжали в командировку в другой город. Тогда одной из волонтерок пришлось взять на себя ответственность и забрать маму с тремя котятами. Малышей разместили в отдельной комнате. Постепенно, когда котята подросли и научились самостоятельно есть и ходить в лоток, котятам стали подыскивать новые дома. Первой нашла себе новую семью девочка с недовольной мордочкой. Немного позже мальчик тоже нашел свой новый дом. Остались только Кнопочка и мама-кошка. Кошечку Кассандру стерилизовали и начали искать для нее новую семью. Но прошло довольно много времени, около восьми месяцев, и кандидатов было не так много. Более того, те, кто проявлял интерес, не устраивали волонтеров, то недостаток выгула, то проблемы с ребенком, то еще что-то. Однако, в один прекрасный день на улице Кассандры случился настоящий праздник. Ей удалось найти новую семью, готовую принять ее в свой дом. Она переехала туда и стала частью этой замечательной семьи. Осталась только одна кошечка по имени Кнопочка, и за этот период семья волонтера сильно привязалась к ней. Они приняли решение оставить ее у себя, чтобы она стала пятым хвостатым членом семьи. Таким образом, вся семья питомцев, включая маму-кошку, обрели свои новые любящие дома. Их история стала примером того, как люди смогли спасти этих беззащитных созданий и дать им шанс на новую жизнь. Благодаря волонтерам и заботливым людям, эти котята получили возможность расти и радовать своих новых владельцев своими игривыми прыжками и мурлыканьем. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.